Дмитрий Аграновский Дмитрий Аграновский Дмитрий Аграновский Дмитрий Аягановский Дмитрий Аграновский Вера Анатольевна, во-первых, как бы вы могли прокомментировать эти результаты и какую оценку вы бы поставили, какую оценку поставили бы коммунисты? Я вот сейчас процитирую сначала слова из статьи Геннадия Андреевича Зюганова, которая была опубликована накануне отчета. В стране нарастают главные системные угрозы. Угроза вымирания, угроза ускоренного массового обнищания, угроза дальнейшего экономического и технологического отставания, угроза истощения интеллектуального потенциала. На мой взгляд, эти угрозы совершенно очевидны. А правительство вообще их признает и, на ваш взгляд, каким-то образом работает над нейтрализацией этих угроз? Начну с того, что 15%, которые мы видим сейчас на экране, это, скорее всего, оценка самих чиновников. Потому что у нас сегодня чиновников такое количество по стране расплодилось, что действительно они и могут сами себе поставить отличную оценку. Что касается неудовлетворительной оценки, я полностью поддерживаю. Естественно, за работу правительства я бы поставила, как учитель, поставила бы двойку. Это однозначно. Почему? Потому что те позиции, о которых вы сейчас сказали и которые прозвучали в докладе Геннадия Андреевича Зюганова, эти позиции действительно имеют место быть. И, конечно, если мы рассматриваем вообще деятельность правительства в сложный коронавирусный год, и я рассчитывала, что не только о коронавирусной инфекции будет рассказывать нам председатель правительства, что все-таки будет рассказывать о том, какие стратегические направления, какие цели стратегические ставило перед собой правительство и как оно добивалось этих целей. Что получилось, а что не получилось. Что в итоге я услышала, сидя в Государственной Думе. Я услышала час, часовую речь премьер-министра. Он хорошо прочитал эту речь, потому что специальная аппаратура была установлена, два таких экрана перед его трибуной. И он назвал все цифры. Сколько семей получили разовую помощь, сколько чего как. Но не о стратегии. Не о том, что доходы населения, то есть главная цель-то стратегическая в сложный кризисный год, которая должна была стоять во главе угла, ни слова. Что, в общем, такие отрывочные сведения, что, чего и сколько сделано. Без всякой стратегии. А это, я считаю, недопустимо. Поэтому, естественно, двойка. Ольга Аркадьевна, вот мы все понимаем. Действительно, был год тяжелый. Коронавирус, он тоже обусловил отчасти, по крайней мере, кризис. Но, как говорится, коронавирус, как мороз под Москвой. Он же действует на все стороны. А если посмотреть на наших стратегических друзей, стратегических партнеров, вот что получается. Я уж не говорю статистику вакцинации, она вообще ужасная, но это тема на отдельной передаче. Вот в Китае в этом году рост экономики 18%, в США 8%. В России мы никакого роста не видим. Вот что, коронавирус действует на всех по-разному. И как правительство вообще на это реагировало? Если можно, да. Во-первых, я хотела бы солидаризироваться с коллегой. Потому что, конечно, нас всегда интересует вопрос, в том числе, стратегии. Но я, как представитель Института народного населения, все-таки вот скажу. Коронавирус тоже действует на всех по-разному. В каком смысле? Вот меня, как человека, которого интересует народное население, и количественно, и качественно, даже как объект нашего исследования, меня интересует. А почему ничего не сказали о той избыточной смертности в 324 тысячи человек, которая появилась, из которых только половина этих смертей, она обусловлена коронавирусом. Очень важная тема, и мы постоянно поднимаем. Но если все-таки более общее посмотреть. В Китае рост экономики 18%, в США 8%. Я специально беру страны с такой разной системой. У нас 0%. А потому что у нас системные проблемы, которые мешают росту, они никуда не исчезли. А ковид стал только поводом сказать, что мы замечательно с ним справляемся, и скажите спасибо хотя бы за это. А все системные и связанные с инвестиционным климатом, с платежеспособным спросом, мы обязательно будем наверняка об этом говорить, ничего не изменилось. Алексей Львович, вот обращусь к вам. Немножко цифр, не буду никого этим утомлять. Приведу свежие данные Росстата. Реальные располагаемые доходы людей в первом квартале упали на 3,6%. Это к прошлому вопросу. Снижается размер реальных пенсий, хотя обещали, что он будет расти. Объем личных сбережений сократился только за первый квартал на 600 миллиардов рублей. Потребительские кредиты растут по 300 миллиардов рублей в месяц. Вот, казалось бы, цифра очевидная. Даже Дерипаска и то проговорился, правда, потом все это удалил, что 80 миллионов бедных по его оценке. Как все это можно охарактеризовать? И на ваш взгляд, хотя бы какую-то оценку это в отчете правительства получило? В отчете правительства, конечно, о неприятных вещах не говорилось, поэтому если выставлять оценку, я бы им выставлял оценку так, как в фигурном катании. За артистизм-то 5, а вот за технику исполнения однозначная двойка. И, естественно, проблемы обходятся стороной. Вы правильно цифры назвали. У нас на самом деле ситуация с доходами, скорее всего, даже хуже, потому что мы опираемся на цифры Росстата, а Росстат даже сам признает, что его данные и по инфляции, и по доходам сильно хромают. Более того, по результатам, собственно, работы последних месяцев мы вообще увидели удивительную вещь. Решетников потребовал от Росстата изменить методику подсчета бедности таким образом, чтобы бедных стало меньше. То есть мы не с проблемой боремся, а нам предлагается изменить методику подсчета, чтобы получить красивые цифры. Ну, это совсем уже как-то вот анекдот какой-то напоминает, потому что доходы россиян падают, в общем-то, уже 7 лет подряд. Два раза в 2018-2019 году за счет пересчетов и досчетов задним числом Росстата. Да, мы там вышли один раз на 0,1% плюс один раз на почти на процент. Но это смешно. Мы за 26 лет последних выросли на 26%. Это не считая еще 2020 года. Получается, что мы росли на 1% в год, в то время как мировая экономика росла все это время в среднем на 3,5%. А Китай, который, смотрите, ведь совершенно замечательно умудряется сочетать коммунистическую идеологию с современной экономической моделью. Он и вовсе только в пандемии этот год, в 2020, показал снижение до 6,5%. До этого он рос 8-9% в год. Но нынешние 18,3% – это, понятно, эффект низкой базы, но все равно они восстанавливаются очень быстро. Более того, они даже позволяют себе там из-за экологических проблем снижать объемы выплаты стали. Это вообще уникально. То есть у них, в общем, настолько все неплохо, что они еще и за экологию успевают бороться, несмотря на коронавирус. А у нас вот такая ситуация, что мы стараемся не обращать внимания, замалчивать проблемы, в первую очередь, населения. Хотя, в общем-то, есть, даже если мы оставим в стороне то, что, в общем-то, понятно, что с бедностью надо бороться и надо, по-моему, как бы достигать того, чтобы было больше богатых людей. А вообще ситуация складывается таким образом, что даже с учетом этого, то, что, в общем, делалось в государстве в течение 2020 года, не помогало не только населению в социальном плане, но и не помогало экономике в целом. Потому что совершенно очевидная вещь, и Мишустин не может ее не знать, что экономика страны зависит от темпа потребления, от уровня потребления. Если потребление не растет, а падает, вот хоть вы треснете, а экономика будет буксовать. Как бы вы охарактеризовали одним словом текущую ситуацию? Это застой, стагнация или падение, или, может быть, мы уже достигли дна, или кризис? Вот одним словом. На мой взгляд, мы попали в так называемый L-образный вариант выхода из кризиса, то есть упали и не растем. По-русски говоря, по-русски словам, стагнация. А, Владимир Александрович, ну вот эксперты высшей школы экономики, извините уж за такое учреждение, предсказывают России 15 лет экономической стагнации. К этой политике они, конечно, руку приложили, что называется, но тем не менее, в данном случае следует их послушать. Естественно, убыль населения составила почти 700 тысяч, ну там без малого, без 12 тысяч. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Вот получается, что при новом правительстве России вымирает ускоренными темпами. Мы ни в коем случае не злорадствуем, мы просто берем цифры и просто констатируем факты. Но почему, опять же, премьер-министр не сказал об этом ни слова? И вообще, ну насколько это правильно, когда в стране масса проблем, а нам рассказывают, что все хорошо, и все знают, что совсем не хорошо? Ну, я вам должен сказать, что моя точка зрения, может быть, немного отличается от вашей. Во-первых, я не считаю, что Мишутин во всем виноват. Нет, конечно, и мы так не считаем. Почти по всерклана. Да-да. То, что он умолчал и о тех проблемах, которые вы говорили, а эти проблемы реальные, это не проблема Мишутина лично. Это проблема системы. Система государственного управления и системы властвующих элит, которая сложилась в подсоветское время. Поэтому практика своего рода затягивания, замораживания, даже самых обсуждаемых, важнейших для страны и общества проблем на фоне, в принципе, позитивной публичной риторики, это вещь, которая характерна, в общем, не только для нынешнего премьер-министра. Это тянется уже много лет. Я вам должен сказать, что вот мы с 96-го года проводим мониторинг в Вологодской области. Каждые два месяца мы опрашиваем полторы тысячи человек. И вот уже 20 лет, по сути дела, у нас база данных. Так вот, с 2009 года продолжается примерно на одном уровне доля людей, которые субъективно причисляют себя к категории бедных и нищих. И считаются бедными и нищими. А как человек себя чувствует? В конечном счете, это самое главное. А с 2013 года дальше, даже больше, чем доля среднеобеспеченных. То есть уже больше среднеобеспеченных становится меньше, чем людей, которые себя считают бедными и нищими. Доля пессимических прогнозов относительно будущего российской экономики и своего личного материального положения превышает долю оптимистов. То есть нет надежды серьезной на развитие своих детей, внуков и тому подобное. Это очень серьезно сказывается на всем остальном, в том числе и на рождении детей. Да, на социальном самочувствии. Ну и какой из этого вывод можно сделать? Дальше вот еще я вам хотел бы несколько отметить. И вся эта картина не меняется. Существовала она задолго на Мишутина. А вот один из главных вопросов, который я хотел бы поднять, вот меня наводит на мысль такая фраза генерал-полковника Ивашова, который он дал в интервью аргументом и фактом. Он ответил, что Китай – социалистическая страна. В материалах последнего съезда партии у них зафиксировано, что главный противник для них – капитализм. А мы что строим? Так о какой дружбе может идти речь? Так вот, по большому счету, мы до сих пор не определили, что мы строим. И пока этого не будет в обществе, согласие общества и элиты, потому что надо строить, трудно ждать улучшения. Я бы сказал, что для нас капитализм тоже главный враг. Тут мы совпадаем с китайцами. Вера Анатольевна, вот сказано было кое-что про демографическую ситуацию, но справедливости ради. Еще там некоторые болевые точки тоже затрагивались. Но вот если конкретно про демографическую ситуацию, никаких же серьезных путей решения не предлагалось. Вот эти выплаты, которые состоятся в августе перед выборами по 10 тысяч, ну, прямо сказать, не очень много-то для семей. Вот это преподносится чуть ли как не такой радикальный рычаг, который позволит изменить демографию в целом. И как-то это все не очень хорошо звучит, что других методов нет и не будет. Дело в том, что правительство убеждено, что это самый действенный эффективный метод. То есть взять деньги, раздать людям по-немногу один раз, и этим самым решить все наболевшие проблемы. Но так не бывает. Почему? Потому что эти 10 тысяч сегодня есть, а завтра их уже просто не будет. Нам сегодня что нужно нашей семье? Во-первых, нужна работа. Мы сегодня что видим? Коронавирус или другая причина. Но мы видим просто мощную серию банкротств предприятий. И малого, и среднего бизнеса, и крупных предприятий. Посмотрите, что делается в Новосибирске с уникальнейшим предприятием «Септяжстанка Гидропресс». Это же уникальное предприятие. Одно единственное осталось на всю страну. Сейчас его просто-напросто убивают в банкротство. Куда пойдут 300 человек? На улицу пойдут. И так повсеместно. Плюс все эти предприятия налогоплательщики. Конечно, и налоги обвалятся. И поэтому посмотрите, что нужно. Нам нужна совершенно другая экономическая стратегия. Это раз. Людям нужна работа, людям нужна достойная зарплата. Пожилому населению нужна достойная пенсия. Все, больше ничего не нужно. Поэтому все потуги правительства должны вращаться вокруг этой задачи. А мы на сегодняшний день этого не видим. Мы видим разовые, точечные вливания, которые на несколько дней, пусть на месяц или даже два, может быть, снимут остроту проблемы в данной конкретной семье. Но дальше, при отсутствии всех базовых позиций, ведь ничего же не останется. И мы говорим о демографии. То есть семья порядочная, нормальная семья, они 10 раз подумают, рожать ли им ребенка. 2-го, 3-го, а 4-го. Дело в том, что сегодня есть работа, завтра ее не будет. Это раз. Во-вторых, ребенка нужно обеспечить всем необходимым. А это у нас баснословно дорогое удовольствие. Поэтому, естественно, мы говорим о демографии, мы говорим о приросте населения, о рождаемости. А по факту мы этого не получаем. Пока не будет экономической стабильности, ни о каком приросте населения речи просто не будет. Просто не будет. Это одно. А второе сегодня. Мы понимаем, что здравоохранение, качество продуктов питания, ведь что покупают люди? Самое дешевое, а значит, какое самое вредное. Вот это все есть. А это вызывает смертность, и причем масштабную смертность населения. Поэтому пока это правительство и это власть будет решать судьбу страны, мы ни о какой демографии, ни о какой экономике, ни о каком развитии думать не можем. Вот когда мы сменим эту власть, тогда можно будет говорить о стратегии и тех целях, которые вполне посильно в нашей богатой ресурсами стране выполнить. Ольга Аркадьевна, вот как бы продолжение темы. Ну, много говорилось о цифровизации, вот постоянно говорится о цифровизации, там о крупном бизнесе, о доходах от экспорта и прочее. Но сейчас так далеко шагнул научно-технический прогресс, что можно со смартфоном в руке быть при этом совершенно нищим. И на мой-то взгляд, все должно вертеться вокруг бедности и вымирания населения в связи с этим. Вот на ваш взгляд, какие все-таки приоритеты следовало бы расставить? Вот какая-то там цифровизация и доходы от экспорта или конкретные бытовые нужды? Конечно, я опять должна согласиться с коллегой, что люди, они понимают, что стоимость жизни постоянно растет. Причем растут те составляющие стоимости жизни, которые еще недавно таковыми не были. Да, школьное образование, школьное образование, медицинская помощь, да, все это оказывается. Следующее, что очень важно, у нас в свое время еще, в 2006 году, по-моему, даже на какой-то из этих передач я об этом говорила, было проведено исследование, в котором показали связь между уровнем неравенства и коэффициентами рождаемости и смертности. Потому что правильно здесь, по-моему, сказал Владимир Александрович, люди смотрят относительно стандартов потребления. А при нашем неравенстве, во-первых, стандарты потребления очень завышены, и они давят на людей. Да, телевидение их задает, кстати. Да, да, да. И вот при таком неравенстве, конечно, люди понимают, что им просто не потянуть будет нескольких детей, если они хотят более-менее соответствовать вот этим набережным стандартам. А еще, извините, родители же тоже надо тянуть. Стандартам потребления. Но поскольку говорится о том, куда, на бедность. Ну, на бедность у нас вот кроме того, что было сказано, что теперь сказана статистика, должна улучшить наши показатели с бедностью. Но ведь на самом деле тоже сделан туда шаг. У нас же теперь не будет рассчитываться потребительская корзина, а бедные будут считаться по медианной зарплате, да, по-моему, 40 с чем-то процентов от медианной зарплаты, что не позволит даже нам, как, допустим, ученым, понимать, а что заложено в этих деньгах, какие потребительские возможности, что в продуктах питания, что в услугах, к которым сегодня уже медицинская помощь и образование относятся. Мы не сможем это понять. Владимир Александрович, а вы что хотели добавить на эту тему? Я здесь сторонник такой, что надо всегда трезво смотреть на жизнь. Что мы реально можем сделать? Вот у меня в этих случаях, я всегда, когда встречаюсь с людьми, когда мне задают такой вопрос, я всегда говорю, надо правильно голосовать. А что такое правильно? А вот каждый человек должен сам определять, что такое правильно. И вот, когда мы сегодня вот так говорим про правительство, я ведь на 99% согласен с вашими оценками, но возникает вопрос, а как поменять эту власть? И тут ответа нет. Еще одну революцию нам не выдержать. Ну, так или иначе, есть все-таки опыт, допустим, прям последний совсем, Никарагуа или Бразилии, ой, Боливии, где, да вообще, кстати, Латинской Америки, где все-таки смена власти с правой на левую происходит путем выборов. Я все-таки считаю, что первая задача, которая сейчас должна перед нами стоять, она стоит, это большинство в представительных органах власти. Вот это, а это выборы. Поэтому мы вполне можем это сделать. Это вполне нам по силам. Алексей Иванович, вот вы знаете, создается впечатление, ну, как впечатление, это не только правительство, что вот мы живем по принципу день до ночь, сутки прочее. Поэтому у правительства, собственно, нет никаких каких-то стратегических целей, задач, отсюда нет прогнозов. Вот куда кривая вывезет, глядишь, цены на нефть повысятся, а может быть не повысятся. То есть нет какой-то четкой стратегии цели. Как вы думаете, вот можно вообще в таких условиях что-то планировать? Абсолютно с вами согласен. И тут даже начинать надо с того, что с более базовой вещью у нас отсутствует нормальный социальный договор между государством и населением. Вот та самая система взаимоотношений, которые выстраивают, собственно, жизнь людей в государстве и ответственность государства перед своим народом. Вот у нас социальная система отсутствует. Она была у нас в советские времена, она была когда-то раньше. Сейчас такой социальный договор попросту отсутствует. Мы сейчас латаем дыры, собственно, пробоины, да, в корабле, который то там, то здесь начинает протекать. Периодически ухватываясь за какие-то идеи. Вот Крымский мост, например, когда строили, да, там, собственно, было занято огромное количество людей. Повысилась деловая активность в производственной сфере, во всех смешанных отраслях, не только в строительной и так далее. Понравилось. Крымский мост справедливости ради, да. Понравилось. Теперь ухватились за эту идею. Давайте теперь развивать подобные, значит, инфраструктурные проекты, которые в целом страну вытянули. Теперь вот придумали, сначала думали трассу до Сочи, теперь вроде решили до Екатеринбурга сделать. Но надо же понимать, что подобные вещи, это пусть даже как бы не маленькая заплатка, это большая заплатка, но это все равно заплатка, это не новый корабль, понимаете, в котором отлажена вся система. Да, на время строительства этой трассы, вдоль нее, конечно, люди получат работу, будет востребованный бетон, металл и так далее. Но это же какие-то вот такие, знаете, попытка на ощупь нащупать вот как-то места, точки входа, что ли, которые могли бы стать драйвером. Для того, чтобы начать развиваться. Системного подхода, продуманного, нету. А про подход должен быть, потому что, как правильно говорили вот передо мной коллеги, основная проблема, которая сейчас назревает, с которой мы столкнемся уже очень скоро и очень тяжело, это проблема демографии. У нас уже сейчас на рынке труда существенные перепуты, потому что, с одной стороны, огромное количество безработных, гораздо выше, чем, кстати говоря, те данные, что публикует Росстат. При этом огромное количество вакансий, которые не заполняются, и приходится завозить мигрантов, куда россияне работать не идут. Так называемая квалификационная яма, колоссальная, когда специалисты не могут полностью реализовать свой потенциал, и, собственно, их опыт, их обучение, которое они получили в университете, их наработки, они используются неэффективно, либо не в том направлении и так далее. То есть все это выливается в итоге в низкую производительность труда, малое количество предприятий, генерирующих добавленную стоимость, очень слабую обрабатывающую промышленность. У нас более половины бюджета до сих пор формируется за счет экспорта энергоносителей. А если сюда добавить еще экспорт металлов, древесины и тарталии, то получается, что мы... Да, мы... Собственно, у нас нет предприятий перерабатывающих с глубокой степенью переработки. Мы выкапываем, продаем. И вот эти основные перекосы, они правильно передо мной все и говорили, что они являются основной причиной. Мишустин в данной ситуации, конечно, один ничего изменить не может. И он вынужден докладывать так, как, ну, наверное, в его должности приходит докладывать. Но проблема-то в другом. Нужно радикально менять ситуацию в стране, а для этого должны быть реформы более глубокие, начиная с избирательной. То есть избирательная права. Власть должна быть сменяемой. Не просто там убрать... Об этом, кстати, говорили, когда, я помню, убирали из Конституции статью 6-ю, АКПСС так хорошо говорили, что власть должна быть сменяемой. Вера Анатольевна, вот при голосовании по кандидатуре Мишустина в прошлом году коммунисты воздержались. Не голосовали против, потому что, ну, надо дать правительству поработать. Вот лично мне Мишустин гораздо симпатичнее, чем Медведев, например. Но курс-то остался тот же самый. Геннадий Андреевич об этом совершенно справедливо говорил. Вот как нам теперь взаимодействовать с этим правительством? Вроде бы человек достаточно симпатичный, но курс-то остается тот же самый. А вот это очень сложный вопрос. Как сегодня оппозиции взаимодействовать с правительством? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что действительно то правительство в рамках той системы, которая сегодня установлена в нашей стране, которая, по сути дела, назначается кулуарно в администрации президента. Я не знаю, какое участие принимает сам президент в этом, но то, что та группировка, которая сегодня управляет страной, сколько там у нас семейств? 200? Ну, где-то в этих пределах. Вот, собственно, правительство – это их ставленники. Их ставленники. И поэтому, что от них требовать? Да, конечно, мы, оппозиция, мы добиваемся решения каких-то тоже точечных проблем. То есть мы бьем в одну эту точку, это имеется в виду социальные проблемы, и мы добиваемся, что, наконец-то, правительство обращает внимание на эти проблемы и начинает их решать. Но этого явно недостаточно. Поэтому сегодня выстраивать диалог с правительством нужно выводить его на уровень новых требований. Мы должны требовать от правительства решения тех задач, которые являются на сегодняшний день приоритетными. Во-первых, для роста экономики, темпов роста экономики. Во-вторых, для социальной сферы. А дальше пошли по направлению. Это здравоохранение, это образование, это промышленность и так далее. Мы сегодня стыдно сказать, просто напомню эту цифру, мы ввозим оборудование в нашу страну на сумму более 100 миллиардов долларов. Это я взяла цифры 2020 года. Вы представляете, какая это колоссальная цифра? Поэтому... Спонсируем экономику противника. Спонсируем других. А сами что? Поэтому, естественно, требовать от правительства сегодня нужно гораздо более жестко. Никаких соглашательских позиций в данном случае быть не должно. Если мы будем мягко расшаркиваться и ходить с протянутой рукой, помогите нам решить ту или иную проблему, вот этого теперь, даже при всех сложностях, которыми нас пугают, внешнеполитическими в том числе, вот этого допускать нельзя. Мы должны жестко свою линию проводить и требовать от правительства решения вопросов, решения проблем. А если вы эти проблемы, вопиющие, так скажем, кричащие проблемы не решаете, не можете решить? Уйдите в отставку. Пусть придут другие люди, которые могут эти проблемы решить. Вот, кстати, да. Владимир Александрович, вот в продолжение этой темы мы практически 30 лет пытались найти свое место на мировом рынке труда, встроиться в глобализацию, встроиться куда-то там в Западу, простите, в хвост. Сейчас уже очевидно, что это все провалилось. Нас начали гнобить, так как, наверное, не гнобили Советский Союз, потому что просто банально Запад боялся. Вот что нам в этой ситуации делать? Извините, пойти сдаваться на их условиях или, наоборот, пытаться как-то стать самодостаточным, как это в свое время проделал Советский Союз? Ну, во-первых, нас и сейчас боятся. Как вы понимаете, и на Западе, и везде, и правильно делают. Это первое. Дальше я думаю, что никто на поклон и обществу, и тем более государству, на поклон к Западу не пойдет. Потому что мы уже были близки к этому в период начала 90-х годов и с 86-го, и к чему пришли. Дальше мне кажется, что сегодня интеллектуальная часть нашего общества очень много как раз об этом говорит, о цельзионном выборе России, о ее дальнейших путях, в условиях многополярного мира, который в конечном счете несомненно приближается. Я бы выделил здесь, пожалуй, Александра Дугина, который в своих последних статьях «Манифест великого пробуждения и битва за космос» очень четко изложил соотношение сил на мировой арене и показал возможную роль России. Вот той России консервативной, в хорошем смысле этого слова, которая является, у которой доброта и милосердие на первом месте, а не прибыль. Вот это очень важно. И мне кажется, что Запад боится того, что Россия пойдет по этому пути. И поэтому вот то, что коллеги говорили, я тоже двумя руками поддерживаю, что нужно и правительство менять, и нужно в этом все дело. Но как это лучше сделать, так, чтобы не развалить страну? Ольга Аркадьевна, вот говорят, что у нас нет господствующей идеологии, но мы видим, что наши власти с чисто идеологическим упорством, вот как такие жестко верующие люди или там незомбированные люди, они держатся за этот либеральный курс гайдаровский. Почему они от этого не откажутся? Ведь время показало, что эти идеи полностью провалились. Они опасны в том числе и для наших властей, чуть не меньше, чем для народа и для оппозиции. Но почему-то этот курс продолжается с таким упорством, как говорят, с упорством, достойным лучшего применения. Непростой вопрос вы задаете. Начну с того, что совершенно с вами согласна. И я, как человек, который изучает социальную политику профессионально, должна сказать, что мы такой ультра-неолиберальный курс проводим в социальной политике. Причем, чем больше мы открещиваемся, риторический наш президент, что либерализм, он уже все, мы отказались, да и он не жилец либерализм. Но с точки зрения социальной политики в России мы ультра-неолиберальны. То есть, я говорю, Тэтчер отдыхает иногда. Такой не найдешь сейчас в Европе и Америке. Не найдешь, да. Именно потому, вот здесь тоже опять я сегодня поддерживаю коллегу, потому что Тэтчер почему, да, она была железной леди и действительно там, где могла, ломала через колено, но все равно знала меру, потому что ей в спину дышали ее оппоненты, да, те, кто могли ее сменить и, кстати, и сменили, да, после того, как, в общем-то, увидели, что ее курс тоже абсолютно не в интересах большинства. Поэтому я думаю, знаете, с чем это связано, почему придерживаются? Ведь в чем суть неолиберального курса? Все, что можно с плеч государства сбрасываем, пусть народ как хочет выживаем, себе любимым, при этом все, что можно... То есть, это свойство компрадорской элиты, по сути, прозападной. Да, от этого государство берем. И поэтому, к сожалению, сколько бы мы ни говорили о великой победе, о том, что либерализм, значит, не жилец, что мы находимся на разных... Я с удовольствием буду на разных сторонах цивилизационного нашего раскола, но по факту пока что политика абсолютно отличается от риторики и ведет нас туда. Потому что неолибералам очень удобно, что на население можно вот столько тратить, совсем чуть-чуть. А если можно компенсировать то, что ты не додаешь населению, в том числе мы же не говорим, что надо раздать тысячу хлебов, дайте работу. С нормальной зарплатой. И люди будут очень рады этому. Больше ничего и не нужно. Хотя идея минимального дохода обязательного в мире становится все более популярной. Алексей Вилович, но вот с 90-х годов наш российский капитализм опирается просто на такую жестко-сырьевую модель экономики. Можно это назвать великой энергетической сверхдержавой, правда, сейчас уже об этом не говорят, но тем не менее мы видим, что Запад пытается развивать альтернативные источники энергетики, пытается проводить, как они там говорят, декарбонизацию экономики. И вот что мы будем делать через 10-20 лет, когда они эту проблему, ну может быть не полностью, но в большой степени решат. И что мы будем делать, что мы будем продавать, с чего мы будем жить? Ну, начнем с того, что огромное количество весьма процветающих государств вообще не имеют никаких серьезных ресурсов природных, которые можно было бы продавать. Посмотрите на ту же Японию, у нее ни нефти, ни газа, ни металлов, они живут только за счет того, что они, покупая ресурсы у других, перерабатывают их в готовую продукцию и потом продают по всему миру эти самые Тойоты, Хонды, корабли и компьютеры, понимаете? Совершенно необязательно иметь ресурсы. Мы, к сожалению, вот сели на эту ресурсную ренту, сели на нее, скажем так, еще не в 90-х годах все-таки, а позднее, потому что в начале, в конце 90-х, в начале нулевых нефть стоила там от 12 до 20 долларов за баррель и никто еще не воспринимал ее как основной источник доходов для бюджета. В нулевые годы, когда она вылезла выше 100 долларов за баррель, там до 140 в моменте доходило. Вот этот момент мы упустили, упустили безумно обидно, потому что имея такой приток нефти долларов, мы вполне могли использовать эти ресурсы для реформирования экономики и создания высокотехнологичных наукоемких производств, которые будут как раз производить добавленную стоимость, генерировать. Мы же пустили все на потребление, на строительство коттеджей, дворцов, на дорогие автомобили, яхты по Средиземному морю плавают у наших богатых людей. Опять же, все неравномерно это было распределено, это понятно, но тем не менее, момент был упущен, сейчас нефть дешевеет и совершенно очевидно она становится все менее интересной для мира, мир действительно ищет альтернативные источники, не знаю пока насколько быстро и насколько эффективно будут замещаться энергия, в смысле углеводороды новыми источниками, но нет сомнений, что все-таки от нефти мы будем уходить так же, как когда-то мир фактически ушел от угля, понимаете, но уже не используются нигде паровозы. И в этой ситуации вот тут у России собственно, если мы не хотим отстать навсегда, есть только один шанс сейчас проявить политическую волю, оставить в стороне личные амбиции, которые касаются личного обогащения российских элит и направлять ресурсы именно на то, чтобы модернизировать экономику, приводя ее в тот вид, который должен быть у современной экономики собственно, уже в третьем десятилетии 21 века. А не надеяться на то, что у нас пока что, надежды на то, что у нас новая нефть это люди и собственно пополнение бюджета все в большей степени выглядит за счет замещения выпадающих доходов от энергоносителей, за счет увеличения сборов с людей, причем сборов с людей собственно зачастую совершенно необоснованных, потому что как это раньше говорили, да, экстенсивный путь развития за счет снимания двух шкур, где можно снять только одну. Я прошу прощения, что вас перебиваю, просто нас немножко время поджимает. Ольга Аркадьевна, но вот естественно Мишустин говорил очень много, как всегда, о цифровизации экономики. У нас вот эту цифровизацию, извините, суют и дело, не дело везде. Закупают иностранное оборудование, там первую очередь китайская. Вот на ваш взгляд, вот эта цифровизация, перевод всего на цифру, это конечно прогрессивная вещь, но может ли она стать вот тем драйвером, который вытянет экономику? Или это в общем просто слова? Мне кажется, что невозможно остановить технический прогресс. И конечно есть технологии, и от них надо взять плюсы, но когда нам говорят, допустим, что цифровые технологии, я всегда говорю, надо иметь в виду, что цифровые технологии это безлюдные технологии. Поэтому если мы развиваем цифровые технологии, надо подумать, чем занять людей. А их есть чем занять, потому что я вот с чего начала, к тому, если можно, вернусь. Ведь у нас такая ситуация с избыточной смертностью и вообще с ужасной ситуацией в здравоохранении, которая была до ковида, во время ковида, после ковида, связана с ужасающей в кавычках оптимизацией. У нас везде оптимизация. И второе, мы говорим, все-таки, Владимир Александрович сказал про добро. Я только за добро. Но я помню такие слова наши, что добро должно быть с кулаками. А сегодня кулаки, они зиждятся на науке. Давайте посмотрим, а что у нас происходит с наукой. Вот я сегодня шла на передачу и думаю, так, если мне зададут вопрос, я буду говорить так, мне интересно, что происходит с населением, с его смертностью, рождаемостью, здоровьем и так далее. Что происходит с регионами, которые теперь отвечают практически за все, что определяет качество жизни населения? А нам только что отчет счетной палаты сказал, прирост в прошлом году 18% долговой нагрузки и долги регионов 2,5 триллиона. При том, что очень многие теперь это заменили эвфемизмом, что у них рыночные заимствования. А что такое рыночные? Это значит, пошли, сделали так, что регионы пошли занимать в коммерческие банки, а потом мы им дадим бюджетные кредиты, и то есть деньги наши прямо пойдут в коммерческие банки на замещение. И следующее, о чем я, конечно, хотела сказать, это о науке. Значит, у нас Россия, когда начался вот этот наш проект наука, очень интересно было, сколько денег выделят, потому что без денег не бывает сегодня достижений прорывных таких научных. Да, Россия находится на 10-м месте в мире по расходам на науку. Но нас не должно вводить в заблуждение это 10-е место, потому что мы тратим порядка 40 миллиардов долларов, а Штаты 511, а Китай 450, а Япония 170, и даже Бразилия больше, чем мы. И по каждому, если мы возьмем, мы на здравоохранение тратим в половину меньше, чем страны УСР, и даже в полтора раза меньше, чем Чехия, Польша, вот такие страны. У нас что? Мы все годы на образование тратим в половину меньше по каждой ступени образования, чем... Кстати, очень многие из этих стран или переходят на бесплатное образование, или к этому стремятся. Дорогие друзья, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Всем задам один и тот же вопрос. Просьба отвечать прям вот совсем кратко. Чего сегодня больше всего не хватает нашему российскому правительству? Владимир Александрович, начнем с вас. Не хватает того, чтобы это было правительство не капитализма для своих, о котором говорили вот 200 семей, а чтобы это было правительство народное. Алексей Львович. Ну, соглашусь, нам не хватает политической воли, не хватает реального стремления что-то менять. Мы наблюдаем попытку делать вид, что что-то меняется, по сути, ничего не меняя, потому что элиты все устраивают. Они-то как раз перемен не хотят, а собственно в переменах нуждается вся остальная экономика и народ. И вот опять же отсутствие согласия между народом и государством приводит к тому, что вид мы делаем красивый, а нас по сути мы ничего менять не хотим. У меня нет ощущения, что мы желаем что-то менять. Ольга Аркадьевна. Ну, я бы сказала не только о правительстве, а о власти исполнительной. В данном случае сначала скажу, не хватает ответственности. Вот сегодня были произнесены слова, что парламент дома должен быть представительным органом. У нас давно перестал парламент быть представительным органом. Он не представляет наш народ, наше население. И поэтому, конечно, перед нами... не на 100%. Не на 100%. Но, к сожалению, голос очень слабо слышен, потому что при таком соотношении. Ведь наши люди даже не понимают, почему всегда та же Единая Россия, ну, как бы ее ни назови, правительственная партия, борется за большинство. Да потому что, чтобы вот не было смысла в том, что сколько-то там пройдет, коммунисток или еще кого-то. А, Вера Анатольевна? А я скажу кратко. Чего не хватает нашему правительству? Совести не хватает. И закончу словами из знаменитого фильма Кинзадза. Правительство на другой планете живет, родной. Да, вы прямо с языка у меня сняли. Вот на этом мы закончим нашу программу. С вами была программа «Точка зрения». И я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин